Следующий вопрос задать, чтобы отвезли меня в конкретной рейтинге, или мне в садию уходить, потому что товаропроизводителям, мы только на подъеме район, сельхоз, товаропроизводители. Вот это должны вы понять, понимаете. Сейчас мы платим налог на землю, да, в три раза больше, чем в Боготоле, в два раза больше, чем в Назарово, в два раза больше, чем в Ужури. Ну там земли лучшие, нашего Красноярского края, понимаете. Ну как развивать предприятия, если добавлять такие баснословные налоги, я понимаю. А с другого больше ничего нельзя иметь. У нас больше тоже ничего нет в районе. Не, ну конечно, лучше придушить те, кто работает и нормально работает. Поймите, это не совсем даже и наша прерогатива. А чья? Скажите, покажите мне бумагу, чья это прерогатива. Ну что вы про министерство говорите? Покажите бумагу, ее нет у вас в руках. Есть, я предъявлю ее вам на ближайшее время. Когда в ближайшее время. Ну давайте... Ну это рекомендации. Рекомендации. Понимаете, это рекомендации, это неприказной порядок. Но если вы повысите, тут вообще... Нам и субсидии различные не дают из-за того, что мы их не увеличиваем. Не дают и все. Об этом нет бумаги, но их не дают. Как субсидии не дают? Ну в смысле, когда обращаемся в министерство финансов, нам и говорят, вы нерационально используете свои ресурсы. Да, бумаги об этом нету, но все прекрасно понимают, что... Поэтому... Ну я, конечно, за это я не буду голосовать, во-первых. Во-вторых, ну вы опять пох***ли все сельское хозяйство и сельхозтоваропроизводители. Только людям дали рабочие места, предприятия. Ну все, х***, просто х***. Ну это и выносится на рассмотрение депутатов, если считаете, что этого не нужно. Я... Еще время... Средина, если это вам предложение. Понятно, что... Мое предложение не поднимать, как... Поднимать, так ли? Можно я... Ну я думаю, что да, уже есть... Подытожу, давайте поговорим. Уже нужно вносить предложение просто конкретное. Да, конкретное предложение. Пока не выносить данный вопрос на сессию, пускай отделом земельных отношений предоставит информацию. Вот то, что говорит Калинин нам, что в Бужуи, в это самое, где там еще... Вставнительную подъекцию. Сколько стоит... Это там лучшие земли, но здесь уже, я не знаю, куда загонять. Лучшие или худшие, пускай пока это самое... Нам всем информацию предоставят, сколько стоимость, и что там он еще говорит. Какая бумага, либо спор идет, за чего. Либо это обязаловка, либо это рекомендательный характер. Нет, обязательный характер, я вам сразу говорю, что пока... Его нет. Его нет. Инкомендация есть, и устно. Но в каждом районе его нет. Но в других районах эти коэффициенты введены. Во всех, кроме АЧСК. К1, К2, К2. Сергей Геннадьевич, зачем пустой... Вы имеете в виду, как вы введены? У нас же точно коэффициенты есть, только... Они, в смысле, проводится оценка и актуализируются. Ну, понятно. Нет, ну, про весь у нас, оно... Ну, подготовлено 014, у нас 029. Ну, что они введены? На 2000. Давайте, поступило вот одно предложение, не выносить этот вопрос на сессию. Да. Рассмотреть следующую комиссию. Да, рассмотреть более подробно, с конкретными цифрами, с приведением сравнительной таблицы, и что каждый житель, сколько будет за суточку платить за ЕС, за садовое общество, чтобы это было не 0,01 коэффициент, а комплектная сумма. Вы можете через министерство запросить. Потому что, если Сергей Александрович говорит, он может 3,5 выложить, то есть рядовой товарищ, который получает 20 тысяч, ну, для него это будет очень накладно. Тем более, у нас Ачинский район, это сельхоз, прежде всего, все порваются сельхозземей. Поэтому мы будем, может быть, даже врагами народа после голосования за такие народы. На самом деле, это повсеместно происходит. Не только в Красноярском крае, по всей России. Получены рекомендации, повышение этих коэффициентов. В течение, как Сергей Александрович сказал, не шокировать предпринимателей и так далее, переходить постепенно с повышением по 20% в течение 5 лет. Через 5 лет все будут 100% платить. Хотите вы или нет? Если даже закроетесь, все равно будете платить. Что правда говоришь? Через 5 лет инфляция сожрет больше, понимаете? Ну, я понимаю. А мы сейчас не в состоянии эти деньги платить. Я комментировал, Сергей Александрович. Придется всем платить. Ну, Ген, это ясно дело. Это не Ачинский район придумал, это придумал там человек, который сидит. Не, ну если на 20%, а сейчас получается на 300%, если касаться земли сельского значения. Если в три раза так поймут, что 300%. А с другой стороны, 20% это за 5 лет 100%. Да, 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 100% все будут платить. И СЖС, и коммерсанты, и все население, которое работает, и живет. Ну, это все закроется, наверное, все. Да, многие предприятия закроются.